Всем привет! Добро пожаловать на очередную серию по мини-сериалу, посвященному настольной игре генератор утопии. Мы с вами выступаем в роли подмастерия, которую зовут Изодорос, и мы с вами пытаемся возродить древнюю машину, машину, которая называется генератор утопии, которая поможет нам избежать конца света. Мы с вами уже потратили всего лишь один день, и за этот день мы с вами смогли запустить, найти и запустить алхимическое зеркало. В принципе, потратив на это не так уж много времени в местности, которая называется Великие Дебри. Настало время нам отправиться дальше в путешествие, и я, наверное, рискну и отправлюсь вот сюда. Это у нас называется крепкобородый пик, да, мы отправляемся в горы и начнем искать там компоненты. А там у нас компонент это серебро, а артефакт, который мы, в принципе, и ищем, это печать баланса. Итак, мы прибыли с вами в горы, отмечаем первый кружок в треке поиска. Здесь стоит минус один, а это значит, что мы вычеркиваем еще один день. И когда мы с вами вычеркиваем очередной день, происходят некие события. Да, здесь вот квадратик с буковкой и это значит, что мы сейчас будем бросать кубик и определять, какие события в каком регионе происходят. То есть здесь у нас каждый регион отмечен цифрами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот какой результат на кубике произойдет. Первое событие в этом регионе и произойдет. А там у нас активируются монстры. И монстры у нас активируются в регионе номер 3. То есть мы вписываем сюда троечку. То есть у нас здесь активируется монстр. Что это значит? Что при определении, какого уровня монстр нам встречается, мы прибавим к нему плюс 2. То есть если бы в обычном регионе у нас монстр, например, первого уровня, то здесь это будет сразу монстр третьего уровня. Бросаем кубик дальше и определяем, где у нас будет происходить блуждающие видения. В четвертом регионе блуждающая энергия. И это означает, что при активации артефакта нам нужно... То есть это хорошее событие. Вот этот артефакт, если мы допустим в четвертом регионе его найдем при таких погодных условиях, то на его активацию нам понадобится не 4 энергии, как обычно, а только 3. То есть это хорошее событие. Бросаем дальше. Здесь у нас в огненной утром. Good fortune. Это тоже хорошее событие. То есть благоприятная, добрая удача называется. Мы можем добавить минус 10 к нашим результатам поиска. И последнее. Плохая погода называется. Ненастная погода. Во втором регионе. Это хорошо для нас, потому что она означает, что мы за каждый минус один на треке поиска. Мы будем вычеркивать не один день, а сразу два. То есть это просто отвратительно. Такая настолько плохая погода, что наши поиски и затягиваются. Но в данном случае нам повезло. Там мы уже все нашли. И регион номер два, эти великие деври, нас особо не беспокоят. Все. Разобрались с событиями. Кажется, немножко затянуто. Просто я трачу время на объяснение. Так-то, в принципе, быстренько побросали кубик. Все. Написали. И движемся дальше. Так. Урочек отметили. День вычеркнули. Начинаем поиск. Ну, давайте пожелаем себе удачи. Итак. Давайте мы начнем отсюда. У подножья горы. Пойдем наверх. Пять и один. Пятерочку я смело впишу вот сюда. Единицу вот сюда. Четыре два. Так. Моя смелость немножко начинает таять, но я рискну все-таки. Четверку сюда. Двойку впишу сюда или сюда. Давайте рискну и вот сюда впишу. Шесть и три. Ну, что ж. К сожалению, мне не повезло. Я вписываю шестерку сюда, например. Тройку сюда. И у меня отрицательное значение. Минус восемьдесят девять. То есть, у подножья крепкобородого пика нам встречаются первые препятствия. От минус одного до минус ста. Это монстр первого уровня. В крепкобородом пике это у нас айсбэр. Какой-то ледяной медведь. Или снежный медведь. И мы начинаем с ним биться. Мы бросаем два кубика. При выпадении единицы нас атакуют медведи. Мы теряем одну очко жизни. При выпадении пять или шесть мы атакуем медведя и убиваем его сразу. Смотрите. Пять и шесть. Мы сразу с одного удара убиваем медведя. Легко и просто. Он оказался не таким суровым, как могло показаться на первый взгляд. После того, как вы победили врага, вы можете бросить один кубик. Если на нем выпадет значение, которое равно или меньше уровня этого монстра, то этот монстр теряет один компонент. Тот компонент, который соответствует этому региону. В данном случае серебро. То есть, мы можем отнять серебро у медведя, но, к сожалению, только в том случае, если на кубике выпадет единица. Потому что, ну, один или меньше. Нет, выпадает четверка, поэтому серебром с нами медведь не поделился. Мы не нашли ни компонент, ни артефакт. Пока в этих горах нам не везет. Давайте искать дальше. Мы зачеркиваем очередной кружочек, и здесь тоже минус один. То есть, мы там задерживаемся. Ну, сами понимаете, подниматься в горы не так легко. Давайте двигаться дальше. Два-три. Так, давайте тройку сюда, двойку сюда. Опять два-три. Слушайте, прямо заманчиво сюда вписать, но это прямо верный риск. Давайте все-таки я не буду сильно рисковать. Тройку сюда впишу, двойку сюда. Три-шесть. Эх, надо было двойку сюда вписывать. Ну, тем не менее. Тройку мы вписываем сюда, шестерку сюда. Это ровно тридцать. И это означает, что мы с вами нашли компонент. Да, от одиннадцати до девяносто девяти. Это компонент. Мы с вами нашли серебро. Первое серебро найдено в этих горах. Отмечаем это. Но, к сожалению, мы пока еще не нашли артефакт. Приложаем искать дальше. Отмечаем очередной кружочек на треке поиска. Бросаем. Шесть-три. Так, шестерку я впишу. Давайте, наверное, сюда. Тройку сюда. Три-два. Так, ну что, рискуем? Нет, 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 нет. Спасибо. Тройку сюда, двойку сюда. Эх, пять-четыре. Пять-четыре. Все плохо. Все плохо, потому что четыре сюда, пять сюда. У нас получается сто двадцать четыре. Результат. Сто двадцать четыре. Пока в этих горах нам не везет. От ста до ста девяносто девяти. Это еще один медведь. Нам встречается еще один медведь. Те же самые правила. Один-два. В смысле, да, один он бьет нас. Пять или шесть. Мы бьем медведя. Есть. Медведь повержен с первого удара. Проверим, не подарит ли нам серебро. Не подарит. Но это не самое плохое. Самое плохое то, что мы обязаны продолжать наши поиски. Вычеркиваем еще один кружок. Еще один день вместе с этим уходит. Где же дубли? Дубли самое лучшее. Так, четверку пишем сюда. Двойку сюда. Неплохо. Неплохо. Есть четверочка здесь. Давайте пятерочку вот сюда. Ну, пятерочка еще одна. Пожалуйста. Нет, нет, к сожалению, нет. Мы вписываем двойку сюда и тройку сюда. И это означает, что у нас разница 20. То есть это еще одно серебро. У нас осталось два кружочка на треке поиска. Поэтому мы с вами, не прерываясь, отправляемся прямиком на вершину. Ну и смотрите. Смелость, как говорится, расслабленное состояние. Помогает нам сразу же раздобыть дубль. Еще один дубль. Это прекрасно. Я прямо в предвкушении, что мы сейчас найдем с вами артефакт 6.4. Ну, то, что здесь у нас результат 2. Ничего страшного. Артефакт найден. Да, потому что значение от 1 до 10 не активный артефакт. Давайте отметим, что артефакт у нас есть. И здесь мы его отметим. Это у нас печать баланса. Есть. Но нам предстоит еще ее активировать. Давайте, поскольку... Да, кстати, по-моему, я не отметил здесь кружочек. Давайте еще один кружочек здесь отметим. Для того, чтобы обозначить... Для того, чтобы добраться уже до вершины. Тем более, это не стоит нам никакого времени. Единственное, чем мы рискуем, это встретиться еще с каким-нибудь монстром. Ну и постараемся действовать аккуратно. Вот это вот 4,3. Мы можем записать четверку сюда, тройку сюда. 3,2. Мы вписываем двойку сюда, тройку сюда. Тем самым себя обезопасиваем. И у нас уже будет меньше 100. 1,6. Вот мы единицу впишем сюда, шестерку сюда. И у нас результат получается 85. Это значит, что еще один компонент мы с вами нашли. И вот с этим багажом, да, с нашей печатью баланса, и с большим запасом серебра мы возвращаемся в лабораторию. И сейчас эту печать баланса попытаемся активировать. Бросаем кубики. Напоминаю, что нам нужны шестерки и единицы. Но их пока нет. Четверку вписываем сюда, тройку, например, сюда. Так, есть единичка, одна. Хорошо. Тройку мы напишем сюда. Да, и можем вычеркивать, обнулить эту пару. 6,1. Превосходно. Шестерку мы вписываем сюда и зарабатываем два очка энергии. Еще одну единицу напишем сюда, в надежде, что у нас получится еще одна шестерочка сейчас. Ее, к сожалению, нет. Можно пятерку сюда записать, да. Будет разница 4, и мы сможем одну еще единицу энергии здесь записать. Давайте, кстати, две энергии здесь отметим. Ну что, или рискнуть. Нет, ну это, наверное, единственный подходящий вариант, да. Пишем сюда пятерку. Единицу плюс еще одну энергию мы нашли. А сюда запишем двойку, в надежде, что сейчас выпадет 4 или 2, чтобы обнулить. О, отлично, выпало и 4, и 2. То есть, четверку мы вписываем сюда, двойку сюда, и обнуляем обе эти пары. Продолжаем активацию. 3,1. Есть единица. Можно надеяться на шестерку. Тройку мы запишем сюда. Две тройки. А это значит, что мы тройку вписываем сюда, обнуляем эту пару, и еще одну тройку сразу же вниз вписываем. Я просто не хочу стирать, чтобы бумага не маралась. Так, 5,3. Ну что ж, неплохо. Тройку мы вписываем сюда и обнуляем эту пару. А сюда мы вписываем пятерку, и получаем еще одну очко энергии. То есть, мы активировали нашу печать баланса. Ну, давайте бросим последний бросок, в надежде, что там чудо произойдет, и выпадет 6,1. Чудо не произошло. Выпало 6,4. Это значит, что этот слот у нас прошел впустую. Тем не менее, печать баланса мы с вами активировали. А это значит, что теперь мы можем игнорировать все погодные условия в любом из регионов на наш выбор. Возвращаемся с вами к нашей локации и продолжаем искать. Ну, на этом я, наверное, сегодняшнее видео остановлю. Очередная серия нашего мини-сериала закончилась. Жду вас на следующей серии. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...